хорошо и я прошу тебя в энергоинформационном поле земли найти тонкую эфирную энергетическую копию 1991 года рождения воплощенная на земле 1 2 3 хорошо и снимаются все маски и голограммы 1 2 3 идентифицирую она это хорошо и защищая защитным потоком и вместе с тонкой копии марии поднимайся в диагностике и будь в ней 1 2 3 здесь хорошо мы приветствуем марию интересуемся готова ли мария к диагностике доверить ли она нам свои биополе на период сеанса доверит хорошо и разбери пожалуйста марию на 7 фантомов по цветам чакр 1 2 3 и проведи их визуальный осмотр начиная с красной чакра нижней чакра полная 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 чакра но как-то очень красная может она поэтому и полная потому что красная хорошо поехали дальше вторая чакра эмоциональная оранжевый цвет два пальца ниже губка пробитая чакра как пустая понятно смотрим третий чакру желтая живот и желтая целая но бледненькая переходим к зеленой чакре сердце грудь тоже чакра неплохая пробитая а правая сторона у нее нормально левая пробитая хорошо голосовая чакра светло-голубой цвет вишутха пятая чакра пустая вообще чакра и переходим к шестой чакре это третий глаз темно-синий цвет можно сказать почти полная есть пустые места но чакра основном полная и последняя седьмая фиолетовой темечка что у нас там фиолетовая сверху пустая не съесть хорошо вера собери все тонкие тела на счет три вместе один два три это и пусть мария заходит в скэнер сейчас и я даю установку команду на счет три сканера начинает сканировать марию сверху донизу находит все подключки все импланты всех интерферентов подключить и подключения начинает работать в местах где сканер найдет подключки загораются ярко красные маячки ты их четко видишь чертик есть у нее черт мог две чакры по двум чакрам ударить первая накидка его красная смотреть дальше спрут у нее арахно это да ты что вот это мерзкая сущность это он сожрал чакру там точный инкубатор установил дальше вот и не хватает веселой компании снимается все маски голограммы 1 2 3 все каналы становятся ярко красными их видно все ответственные притягиваются в клетку тюрьму если стоит канал и за ним не стоит ответственность становится видимым силой моего намерения да будет так 1 2 3 я не помню кто это это или инкуб или кто-то мимикрирует там хорошо я сейчас подхожу к нему направляю на него свой щит семи архангелов активируем концентрируем мощнейший свет любви отца и этим светом сжигая его все мимикрацию все голограммы 1 2 3 удар и маньяка у нас здесь вот так вот 3 цифры над головой 1 2 3 12 так дима на что это ты мне здесь за концерт устраивал и чё мне серьезно относится к нашей работе даже находясь в клетке ты пытался мимикрировать мне наказывать тебя сейчас а он говорит развлекаю как могу не надо наказывать кстати черта первого увидел он говорит понятно где черт демон тяжелее спрятаться еще какие-то каналы посмотри вера 4 канал 4 канала демон привел черта спрут с арахноидом пришли сами скорее всего спрут пришел первый а потом арахноид а потом демон в этом порядке это мы сейчас узнаем хорошо так кто у нас там первые у нас есть и сверху спрут арахноид демон черт хорошо я сначала объявляю программу вы обнаружены сегодня будет проходить реверс энергии мы отдадим вам всю черную энергию которую вы послали заберем у вас все светлые энергии которые вы украли после этого я дам команду вы вытащите из биополя Марии все присадки все импланты все подключки если кто-то что-то забудет случайно конечно тот будет моментально наказан моим копьем на его чистоте будет нанесено 5 очень сильных ударов я не рекомендую проверять потому что это очень болезненно если вы все сделаете честно то соответственно я вас отпущу безболезненно на вашу чистоту вы поняли да поняли хорошо переходим тогда к процедуре реверса энергии и я даю команду тонкой копии Марии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе 1 2 3 начали выстраиваться каналы сущности каждый подходит к своему каналу и я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии откат всех негативных программ негативных мыслеформ пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Марии с прута идет какой-то малиново-серый цвет ну это такие как как облака темные как темно-серая вата какая-то идет карахноид ну и черно-красная грязь идет к нижним хорошо демон как долго ты сидел в этом теле шесть шесть лет да покажи мне ситуацию когда как это произошло на какой частоте он мне показывает какую-то комнату рыжую кошку и и он стоит и со стороны на нее смотрит на на Марию я понял Мария берет эту кошку и демон решает зайти в нее через животное через животное через низкие вибрации то есть у кошки были низкие вибрации и ему было легче проникнуть в ее биополе посредством кошки правильно правильно да вот так понятно хорошо ну потом ты привел черта я так понял да привел да хорошо спрут как долго ты находишься в этом теле четыре 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 года ситуацию покажи когда ты зашел научилась что ли напрягала мозги вот как идет так и говорю я понял говори как есть и что его заинтересовало все учатся все напрягают мозги вот эта энергия она столбом к ней шла фиолетовая и он прямо показывает он запустили туда щупальца попробовал понравилось зашел понятно хорошо как избежать твоих подключек в будущем спрут можно как-то не выйдет информация что все поменялось и давно уже все друг друга пользуют и вам землянам давно но пора научиться уже ставить себе защиты вроде вы имеете силу душу имеете до сих пор не знаете как защищаться интересно конечно спрута такие вещи слышать но он прав мы для них слишком легкая добыча не правда ли спрут а так еще усугубляете все это наркотическими и алкогольными да но он все имеет в виду ну понятно да 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 а для вас это как раз для человека это моментальное понижение вибрации и соответственно для вас открытая дорога точно так же как и для демона который стоит рядом когда человек начинает кричать это приглашение в его ушах и он с удовольствием заходит на такую чистоту не правильно не правда ли демон это наши стихи это ваши стихи да все верно ладно хорошо и у нас последний остался арахнует и арахнует как долго ты находишься в этом теле три года три года и покажи ситуацию когда произошло подключение на он спорта увидел все понятно так хорошо вера реверс закончился они забрали все свое да хорошо и устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы один два три и в порядке реверса мария забирает чистую светлую божественную энергию обратно пошла энергия божественная чистая один два три все что у нее похитили все что у нее изъяли до последней капли возвращает мария себе обратно она хозяйка своей энергии возвращает все свое себе обратно какие потоки идут цвета цвета идут разные от спрота такие как переплетение это пойдет летом идет синяя идет голубая идет от него да это любимые цвета демон конечно дает красный да с чертом вместе знаешь черт отдает красный демон отдает вот эту человеческую гений он любит что он holiness Хорошо. Назови самый такой случай, которым ты больше всего гордишься, что вот, что вы провернули такую операцию, и она у вас получилась. Что мы просто знаем. Говорит, что ты, ну, ты про нас думаешь, как про маньяков. Мы не проворачиваем здесь операции, просто немножко раздражаем, подстраиваем ситуации. Ничего особенного. Ты хочешь, чтобы я из вас святых сейчас сделал здесь? Ты думаешь, ты у меня первый демон? Ты не первый демон далеко, они самые высокие. Мы уже встречались в 68 уровне, поэтому поверь мне на слово. Если я что-то спрашиваю, это имеет свое обоснование, и у меня есть случаи из моей практики, когда на меня и бросались демоны, когда мне горло перерезали, когда мне бросали в меня, вставляли нож в сердце, иглу вставляли в сердце, копье в спину. Но это все было. Поэтому ты не новичка перед собой видишь. Если я тебя спрашиваю, будь любезен, пожалуйста, отвечать. Я тебе охотно верю, но мы не делаем такие вещи, которые глобально влияют на ее жизнь. Все, что мы делаем, это мелкие пакости. Отсасываем энергию, и они все отдали. Мелкие пакости, тут еще тоже такой вопрос, честно говоря, иногда даже спрашиваю себя, они вреднее ли бесы, чем демоны? Потому что по своей вредности, по своей такой целеустремленности, они, по-моему, даже вас там перепрыгнули, или они просто хотят, наверное, стать демонами, без понятия. Но я часто вижу очень агрессивных бесов, очень агрессивных. Хорошо, все, реверс закончился. Прошу сейчас, обращаясь ко всем, сейчас начнется та процедура, которую я предупреждал. Вытащите, пожалуйста, все из биополя, Марии. После этого я проведу проверку скэнером. И в случае необходимости дам проверку двумя миллионами герц. Если кто-то что-то еще не оставил по каналу, он сгорит в клетке. Поэтому я рекомендую арахноиду вытащить все яйца, которые он оставил в ее тонком теле. С прута прошу вытащить все щупальцы. Черт, не забывай, ни носочки, ни ниточки, ничего. Все, что ты там оставил, я думаю, демон черта пошлет работать. Все, приступайте. Как закончите, доложите. А вот черт снял с нее, носки снял, и вот эта накидка какую-то на все тело красное он снял. А вот арахноид, он с нее снимает какую-то, я даже не знаю, как сказать. В общем, вот представляешь, у жуков лапки, да, как с бахромой. Да. Вот у нее на руках вот эта бахрома, вот так как висит. Вот какие-то маленькие такие волосочки. Да, да, да. А что это такое арахноид? Что это ты там навешал? Ну, он из нее делал арахноида. Спрут из нее делал спрута, а демон из нее делал демона. Каждый может только себя репродуцировать. Поэтому он делал из нее арахноида, правильно? Делал арахноида, и еще он делал, чтобы, когда вылупится... Потомство. Потомство, чтобы оно более приближенное как было. Как тело арахноида, что ли. Понятно, понятно. Арахноид, ты ответственный, в принципе, за головные боли. Вот это что я, в принципе, энергия, да, которая... Спрут. На голове спрут. Спрут, спрут, понятно, хорошо. Пожалуйста, вытаскивайте все, спрут, ничего не забывая, потому что лампочка загорится, я перестану быть дружелюбным по отношению к вам. Точно так всех остальных касается. Демон, скажи мне, ты же шесть лет жил с ней. В квартире есть порталы у Марии? Гуляют там космические? И ваши представители? А где их нет? Нет, ну это не ответ. Именно в этой комнате. Порталы есть везде. Понятно, в ее доме, там, где она живет, вы заходите к ней свободно, там другие заходят к ней, живет кто-то в квартире. Ну понятно, так есть порталы или нет, можешь мне ответить нормально? Есть. Хорошо. Мария, вы слышали, у вас в квартире порталы, поэтому подумайте. Воронка есть. Воронка есть, да, хорошо. Ее надо будет убирать. А действительно, где их нету? Это от человеческой энергетики и вот такие специальные энергии плохие, там, энергии кладбища и так далее. Такие вещи, энергия открывает порталы. Энергия скандалов, криков, боли. Не обязательно, есть рукотворные. Есть рукотворные, безусловно, черные маги, которые открывают эти порталы и потом их не закрывают, да? И мы тоже открываем. И у вас, конечно, своя технология есть. Вы везде можете зайти или тоже не везде? В основном везде. А если я залью все краснерой и поставлю печать Соломона? Это меняет дело. Понятно. Все вытаскиваем, не портим вечер никому. Вот из-за тот спрут, он на нее с головы достает что-то вот изнутри. А что это спрут? Что-то там в голове внутри. Это инкубатор или что у тебя там было? Что ты поставил туда? Или это какая-то подключка? Хранилище какое-то у него там. Ага. То, что украл, он туда складывал, да? Я комочки там вижу какие-то маленькие. Ну, ощущение, что там как червяки какие-то, что-то такое. Это твое потомство, спрут? Да. Понятно. Даже спрут над человеком смеется из-за его неготовности осознать, кто он есть и поставить себе защиту. Все сняли. Все сняли. Хорошо. Все готовы к проверке. Хорошо. У меня на ногах лярвы большие. Валят, видимо, ноги у них. Демон, хочешь лярву? Конечно, хочу. Давай, иди забери ее сразу сейчас. Перед ударом. Только все забирай. Забрал. Хорошо. Так. Все. Все готовы к проверке. И блокируй все каналы. Предлагаю тонкой копии Марии. Поменять полярность всех подключек. Чиповый, датчиковый, плантовый, конвекторовый. 1000 керц. Отстегнуть и сжечь все каналы. 1, 2, 3. Удар. Ну, ей хватило сил только на два канала. Два. Хорошо. Давай. Я подхожу к ней, кладу свою руку. И на плечо и моей собственной энергии. Концентрирую всю свою энергию. Готовлюсь к мощным ударам, шоку и импульсам. 200 тысяч герц. Отстегнуть и сжечь все неотключившиеся каналы. 1, 2, 3. Удар. И отключили. Все, да? Хорошо. Мы закончили. Давай скинем эти каналы. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Весь мусор улетает в галактическое ядро. Все порталы. Все каналы. 1, 2, 3. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Мы закончили со всеми. Будем отпускать. Я прошу всех присутствующих больше не приходить в это биополе. Потому что Мария является теперь нашим клиентом. И мы будем регулярно проверять ее биополе. Если вы думаете через 2 дня прийти, мы придем через 3 дня. Потому что она нам сообщит сразу, что у нее изменилось самочувствие. Поэтому я вам рекомендую найти себе новое место обитания. Вы все меня поняли? Все поняли. Все. Демон готов уходить? Да. Хорошо. Открывается портал против часовой стрелки на частоте демона 1, 2, 3. И демон уходит на свою частоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя и ставь огненную пентаграмму. Есть. Черт готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3. И он уходит на свою частоту, безболезненная, забывая, дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя и ставь огненную пентаграмму. Есть. Спрут готов уходить? Готов, да. Хорошо. Забирай все. И открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута 1, 2, 3. И спрут уходит на свою частоту, безболезненная, забирает все, забывая, дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Хорошо, арахноид готов уходить? Да, он готов. И на частоте арахноида открывается портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И арахноид уходит без болезни на свою частоту и забывает дорогу назад. 1, 2, 3. Хорошо. Хорошо, все. Мы закончили чистку. У нас остались 10 вопросов к куратору. Делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам в комнату диагностики куратора или учителя 1991 года, воплощенный на Земле. 1, 2, 3. Мужчина Эндрю. 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 Элью. Эндрю. Проверка. Снимаются все маски и голограммы. 1, 2, 3. Все нормально? Да. Хорошо, мы приветствуем Эндрю. Эндрю, вы куратор или учитель, Мария? Куратор. Куратор. Хорошо, мы приветствуем куратора, Марии. Эндрю, Мария нам дала задание вывести из нее всех интерферентов, которые в ее биополе были. Их сегодня мы нашли 4. Там был демон, черт, спрут, арахноид. Самый старый сидел 6 лет. Вот. А после этого мы ее заправили энергиями, и она изъявила желание пообщаться со своим куратором или учителем. Она пишет, у меня такое ощущение, что их несколько. Вы готовы ответить на ее вопросы? Для этого я здесь. Мы благодарим вас. Хорошо, начнем тогда с первого вопроса. Откуда моя душа? Кто моя духовная семья? Люди по духу, близкие с тобой рядом на земле. Твоя душа, созвездие лебедь. Космическая душа. Космическая душа. Да. Благодарим. Что-то еще хотели добавить? А духовная семья у нее кто? Люди близкие по духу на земле и рядом с ней. Благодарим вас, Эндрю. Второй вопрос. Какое мое духовное имя? Честно говоря, даже не знаю, что это означает. Эндрю, а что такое духовное имя? Может, вы объясните сразу, что она имела в виду? Ну, вот я спрашивал, я тоже космическая душа, я спрашивал своих друзей, сплеят назвать мне мое имя. Там набор цифр и букв идет какой-то. Вот. Это разве это имелось в виду или как? Мне непонятен вопрос. Дух и душа – это разные вещи. Мне тоже непонятен вопрос, поэтому я даже не знаю, как вам его переформулировать. Дух, он на земле, ее имя. Ты знаешь свое имя. Третий вопрос. Как мне связываться с куратором или учителем? И дайте мне, пожалуйста, их имена. Начни с меня. Хорошо. А как связываться? Техник много. Вопрос не в том, как связываться, как защищать себя. Очень важный вопрос, абсолютно верно. Астрал – очень опасная вещь. Мы это каждый день в этом убеждаемся. И люди, которые пытаются выходить в медитацию, становятся практически очень быстро нашими клиентами. Но самое главное – услышать ответ. Цепляйся за первое, что ты чувствуешь или слышишь. Это буду я. И не анализировать, очень важно. Даже если ты не понимаешь. Благодарим вас, Эндрю. Четвертый вопрос. Я бы хотел развивать свои способности в работе. Я массажист, и у меня уже многое получается. Я осознаю, что мне помогают, исцеляют и наполняют тех, кто приходят ко мне. Я благодарю всех. На что мне обратить внимание в теле человека? Где в теле человека действительно точки или области, куда направлять энергии через себя? Чтобы направлять энергии через себя и не терять их, нужен огромный опыт. Точки у каждого разные. Благодарю вас. Вы знаете основные, как чакры. Каждый человек уникален. И потом, ты сегодня убедилась на себе, что есть эрфиренты, мешающие жить человеку. Если ты пропускаешь энергии через себя, ты прекрасно понимаешь, что они могут подцепиться к тебе. Очень важно знать источник этих энергий. Это тоже такой фактор, который приходит только с опытом. И надо научиться отличать голограммы от правды и защищать себя. Это много работы. Хорошо. Дело не в этом. Сталкиваясь с физическим телом, ты соприкасаешься с другими телами. И тот, кто в них находится, ты сегодня убедилась и увидела на себе. Хочется ли тебе пропускать энергии через себя, чтобы давать интерферентам? Но самое страшное, что когда ты чиста, ты можешь, и пропуская через себя энергии, ты можешь, делая другим добро, получать интерферент. То есть они могут практически как сверху, так и снизу в неё зайти, или даже от клиента перепрыгнуть были. Ты делаешь массаж, ваши тела соприкасаются тонкие. Всё правильно. Всё, я теперь понял, да. Передовая энергия ты также получаешь. Ты умеешь её сбрасывать? Я, честно говоря, не уверен, что Мария умеет её сбрасывать. Я не думаю даже, что она умеет отличать, какая энергетика. Но это всё тренируется. Это всё можно научиться этому, если у человека есть задатки. У космической души они обязательно должны быть. Ей просто нужно вспомнить, кем она уже была. Она наверняка работала уже раньше, лечила людей, как все космические души это умеют. Я думаю, она найдёт ответ на этот вопрос сама. Пятый вопрос. Хочу попросить благословения для взаимодействия с куратором, наставниками и ангелами. И я благословляю их. Здесь мало одного благословения. Ты должна знать, что ты делаешь. Ты должна понимать, как далеко ты заходишь. Это касается предыдущего вопроса. Благодарю. Шестой вопрос. На каком уровне развития находится моя душа? Я так понимаю, Высшая Ян. С какого уровня пришла она? С 10 уровня. Благодарю. Седьмой вопрос. Однажды при работе с человеком, с помощью тибетской чаши и молитвы, у меня было видение. Это было облако золотых светящихся мотыльков, круживших в области ключицы и грудного отдела человека. Я несколько раз моргнула, но они не исчезли. Мне не показалось. По ощущениям, это были ангелочки. Но в разных источниках литературы, поискав, пишут разное. Что же это было? Проявляются ли так ангелы в помощь людям? Это были энергии. Скорее всего, человек был с ангельской душой. Вполне возможно, мы. Часто нам уже попадаются ангелы на земле, которые... Да, у них совсем другие энергии, наверное, очень яркие такие. Хорошо. Ты в медитации увидела его энергии. Но она пишет здесь при работе с человеком. С помощью этой тибетской чаши она увидела. То есть она была, видать, с открытыми глазами. С помощью тибетской чаши и молитв. И молитв. Ты была в медитации. Это транс. Благодарю вас, уважаемый Эндрю. Восьмой вопрос. Разве нужны для транса закрытые глаза? Нет, конечно, нет. Мы же так работаем. Я же тоже вижу с открытыми глазами. Вера с закрытыми видит. И так, и так можно. Беспроблемно. Главное найти это состояние альфа. Восьмой вопрос. У меня было необычное рождение. Мама говорила, что слышала голос, который запретил ей делать аборт. И во время родов этот же голос поблагодарил ее за мое рождение. Сказав, хорошо, что родилась девочка. Мир на земле будет. Кто говорил с мамой? Это были вы? Вопросительный знак. И что значат эти слова? Ведь мама растила меня с идеей, что у меня есть миссия. Благодарю всех за ответ. Миссия есть у всех. Это был мамин куратор. Это была мамина программа. Конечно. То есть, чтобы не произошел сбой. И правильное решение было принято. Отлично. Благодарю вас, Эндрю. Девятый вопрос. Сколько карамических узлов я прошла и сколько еще осталось? Ты прошла два. Еще три впереди. Благодарю. И последний вопрос. Можете передать моей духовной семье, что мы обязательно встретимся по моей готовности. Я обниму всех. В скобках есть ощущение, что я скучаю. Благодарю, обнимаю, люблю. Это больше напутствие. Передать привет моей духовной семье. Духовная семья на земле. Я еще раз повторяю. Связанная духом. Душа и дух разные вещи. Душа и дух разные вещи. Хорошо. Значит, тогда скажем космическим моим друзьям. У них же есть, наверное, космические друзья. У каждой инопланетной души есть космические друзья. Да. Они проходят свой опыт на разных планетах. Да. Мы закончили, уважаемый Эндрю. Благодарю вас сердечно. Хотели бы вы что-то лично добавить. Сейчас был бы хороший момент. Передать Марии ваше личное пожелание. Она их обязательно услышит сегодня. Я хочу, чтобы она услышала, что нужно быть осторожным. И балансированным. И видеть только позитивно. И понимать, что существует черное и белое. Нужно понимать, что как приходит энергия, так же приходит и негатив. Ты можешь нахвататься негативу. Тогда в таком случае стоит даже ей дать пожелание научиться сбрасывать эти энергии в воронку. Для того, чтобы освобождать себя, свое тело от этих. Если ты не умеешь сбрасывать, не стоит даже заниматься. С этого надо начинать. Первый шаг. Защита. Абсолютно верно. Школа гипноза и слиперства скажут, что самое главное, надо начинать с защиты. Только после этого выходить в транс. Эндрю, я сердечно благодарю вас. Примите, пожалуйста, на этом месте нашу энергию благодарности за ваши ответы, за то, что вы пришли. И дали очень хорошие напутствия и советы. И ответили на все вопросы Марии. И у нас есть такая добрая традиция. Мы каждому куратору, каждому учителю, который приходит к нам, делаем обязательно подарок, который он хочет получить от нас. Мы могли бы любой продукт для него на месте материализировать. Он может его с собой забрать. Любой образ, любую мыслеформу. Все, что ему угодно. Говорит, что я хочу тебя немножко поправить. Пожалуйста. Я вижу на вас защитный скафандр. Я уверена, что вы сперва одели его, а потом уже перемещались. Думаю, что все-таки учат. Кругому опыт не получишь. Да. С этим согласен. Кроме этого, да, нас сущности учили. Каждый день учат этому. Ну, и места пробивают, тонкие места. Надо уплотнять энергию в определенных. Надо ее многослойно делать. Есть свои нюансы. Этим надо заниматься действительно как, ну, я не знаю, как дышать воздухом. То есть каждый день. И быть неблагодарным. Возьми, что тебе нужно и усовершенствуй. У нас даже была такая фаза, когда на нас Грей с рептилоидами целую неделю нас терроризировали, испытывали на нас новые подключки импланты. Но мы всех нашли, и они нас пока оставляют в покое. Но это вопрос времени, конечно. Эндрю, так что же, чем же мы можем вам сейчас сделать приятным? Для нас это важно. Благодарность надо возвращать. Хочу слышать музыку ручья. Хорошо. И на счет три я сейчас делаю мыслеформу. Ты видишь, прекрасный высокий лес, трава, летний день, солнце светит, голубое небо, облака белые, и течет ручей. И этот ручей делает типичный вот этот звук ручья, когда вода перевалится с камешка на камешку, течет спокойно, медитативный такой звук птички поют. Один, два, три. Да, я вижу. То, что вы хотели, Ангел? Благодарю. Примите, пожалуйста. Это от нас всех. Желаем вам всего наилучшего. Благодарим за то, что вы пришли. И надеюсь на скорую встречу, вашу встречу с вашей подопечной. Но уже прямую. Немножко время пройдет, конечно. Благодарю вас. Я еще хотел бы добавить для Марии. Пожалуйста. Благодарю ее, что она нашла путь связаться со мной. И пусть простит меня, если был сегодня немного резок. Честно говоря, я не знаю, о чем вы говорите. Вы говорили очень доступно. Я думаю, что Мария все прекрасно поймет. Хорошо, все понял. Никаких вопросов учителей должен быть немножко строгим. Иначе это будет не учитель. А как иначе? Вот так вот. Благодарю вас, Эндри. На этом месте посылаем вам нашу энергию благодарности. Примите ее, пожалуйста. Я буду ждать новых встреч. Благодарю вас. Желаю всего наилучшего. Всего доброго. Принял благодарность и ушел. Отлично. Хорошо. Мы закончили, Вера. И будем возвращать Марию. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Марию. Система Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждой клеточке. Каждой извилинке мозга. Проходит стопроцентная синхронизация. Один, два, три. Готово. Отлично. И отключайся от объекта. И возвращайся в комнату диагностики. Один, два, три. Я здесь.